Добрый день! И нас очень часто спрашивают, как создать приложение индивидуально для любого вида бизнеса. Сейчас это очень актуально, многие интересуются, и это вопрос на самом деле очень любопытный. И сегодня вместе с Сергеем мы поговорим об этом. Сергей умеет рисовать дизайнер сайтов, Сергей художник профессиональный, он разбирается во всех видах изображения, он знает, как это работает, немножко знает программирование, поэтому нам повезло, потому что он знает именно этот рынок изнутри. Сергей, тебе слово. Спасибо, Настя. И нам повезло с Настей, потому что она хорошо разбирается в маркетинге, сейчас она работает в США, и она может вам со своей точки зрения, то есть человек, который плохо разбирается во всех видах IT-технологий, но зато здорово создает странички ВКонтакте и Фейсбук, может рассказать свое мнение, свой взгляд на тот вопрос, который мы сегодня будем обсуждать. Ну что, Анастасия, поехали? Да, давайте начинать. И сейчас мы с вами находимся на сайте МАТЭ-2016. Это выставка, одна из самых крупных, что касается именно мобильных приложений, мобильных технологий на территории русскоговорящего такого рунета, интернет-пространства. На этой выставке были представлены все-все-все технологии, самые новейшие в этой области. На этой выставке также были представлены наши компании X-App, и здесь было очень много коллег, которые именно квалифицированно и давно на этом рынке работают, на рынке именно индивидуальных приложений. И давайте посмотрим, давайте перейдем к ним на сайте. Мы уже подготовили для вас два сайта. Две фирмы с такой демократичной достаточно ценой относительно всех остальных. Очень хорошие компании, давно на рынке, больше 7 лет они обе. Одна компания 10 лет на рынке, другая 7 лет. И вот мы сейчас пойдем к компании... Какой сначала мы пойдем? Наверное, к компании Globus. Да. Вот как раз Globus IT. Давайте перейдем к ним. Интересная компания, у них много таких именитых клиентов, поэтому делая приложение с ними, вы действительно можете создать что-то интересное. Но если мы начинаем копаться в деталях... Сергей, это твоя часть. Да, хороший сайт, красиво все сделано. Ничего не могу сказать лично про компанию, то есть могу опираться... Ну, потому что я не знаком лично с представителями, то есть с ними знакомилась Настя. Судя по сайту, действительно очень-очень серьезная фирма. То есть наверняка, если вы делаете приложение с ними, то это гарант прям отличного качества и индивидуального подхода к разработке 100%. Но есть один нюанс, то есть во всех больших фирмах, которые делают реально серьезные приложения, такие как Сбербанк, да любой банк, собственно, которые делают там... Сделали, например, Uber Taxi, разработали, то есть Taxi Maxim, если кто знает. Крупные фирмы, крупные приложения и, соответственно, они берут крупные деньги. То есть если вот мы зайдем на сайт в раздел Fuck You, кстати, ссылки, как всегда, будут внизу ролика, в описании, на все ресурсы, которые мы показывали. Итак, если мы зайдем в раздел Fuck You, то вопрос стоимость разработки мобильного приложения звучит так. Ответ. Средняя стоимость разработки мобильного приложения в нашей компании начинается от 300 тысяч рублей за платформу. Называется такая формулировка. Средняя стоимость начинается от... Да, вроде стоимость средняя, но начинается от... Стоимость входит проработка дизайн-концепта, технического задания, разработка и публикация, отдельно заключается договор на поддержку, отдельно, и дальнейшее сотрудничество. В принципе, все. То есть, соответственно, каждое обновление под новые системы, добавление новых функций, обновление дизайна, то есть, выливается примерно в такую же сумму. Скорее всего, да. Может быть, нет, но скорее всего, да. Может быть, нет, мы же сами не заказывали там приложение. Но я думаю, то есть, здесь есть замечательная служба поддержки, которая с удовольствием вам ответит на все эти вопросы. Если вас это заинтересует, можете связаться, то есть, ссылку на сайт мы дадим в описании. И вторая компания. Да, и вторая компания. Simbersoft. Тоже ничего не могу сказать. Компания наверняка очень хорошая. То есть, здесь, наверное, больше может сказать Анастасия. Тоже давно на рынке. Но, видите, если мы с вами окунемся... А давайте сейчас прям посмотрим. Не написано, да? С 2001 года. Ну вот, видите, больше 10 лет на рынке. Если мы посмотрим на кнопочку услуги, нажмем и перейдем в раздел ценообразования, то вы увидите... Да, или это не здесь? Мобильное приложение. С первого раза. Чувствуется боль прям в этой формулировке. Чья-то. Чувствуется, кто-то не раз отдавал деньги за мобильное приложение на какой-то компании. Похоже на битрекс, да? Ну да. Это вот прям чувствуется боль. Ну, вот здесь видите... Процесс разработки. Да. И вот ценообразование. Процесс разработки, конечно, волшебная такая схема. Наши процессы... Давай процесс разработки еще раз откроем. То есть, когда вы это видите, сразу возникает вопрос... Ну, то есть, видно, что схема длинная. И на самом деле она непростая совсем. И видно, что на нее уйдет время. И, соответственно, следующий момент ценообразования, когда мы на него щелкнем, мы сразу видим волшебный... Повременная схема оплаты. То есть, как мы уже говорили в предыдущем ролике, ну, не прям в предыдущем, а который был одним из первых, то здесь программисты берут оплату по факту времени, сколько они провели за работой над вашим приложением. То есть, соответственно, более подробная, естественная вещь есть наверняка в поддержке. Вы можете при общении все уточнить. Ну, система примерно такая. Причем, даже средние цены здесь почему-то не указаны. Не знаю, может, мы не докопались. Обязательно, когда вы выбираете себе подобные фирмы, обязательно смотрите, чтобы была абонентская оплата. Абонентская оплата, ну, по крайней мере, не дает гарантию, но, по крайней мере, вы хоть как-то будете уверены, что вами будут заниматься, и у человека будет, ну, у фирмы, у человека, который вам занимается, у него будет прямая выгода вам помогать и предоставлять вам качественный сервис. Потому что, когда такой выгоды нету, то, заканчивая ваш проект, человек переходит к следующему, и помогать вам уже в дальнейшем. Редактирование, обновление под новую систему уже невыгодно, поэтому у следителей это очень важный нюанс. И если мы говорим про срок и бюджет, 82%, а 18%, интересно, где? Отклонение не превышает 20%. Конечно. Срока и бюджета, который будет оговорен. Как-то... Это не обязательно про этот сайт, но обычно так пишут. А проекты, которые мы не закончили, мы не будем учитывать в эту статистику, да? Ну, это что? Если говорить про X-App, наверное, Сергей, ты начнешь сегодня, да? Итак, если мы говорим об X-App, то, во-первых, вы получаете свое мобильное приложение довольно быстро, потому что процесс разработки очень простой и доступен любому человеку, который может создать страничку ВКонтакте, условно говоря, да? То есть, во-вторых, создать мобильное приложение вы сможете и сами довольно легко, но если что, то вам помогут обязательно специалисты, которые у нас есть в компании, то есть, те люди, которые уже создали не одно, помогли создать не одно мобильное приложение. И в-третьих, все у VX-App есть внутри. То есть, я говорю и о статистике, об управлении приложением, о публикации, о продвижении, о пуш-уведомлениях. То есть, у вас все в одном. То есть, для любого мелкого и среднего предпринимателя это очень удобно. Да, на самом деле, это так и есть. Когда вы можете посмотреть все в одном месте, это удобно, вам не надо лазить по разным ссылкам, разным источникам. Еще один немаловажный момент. Наше приложение, оно создается сразу на две платформы. Это платформа iOS и Android. И это нативный код, который позволяет сделать так, что у конечного клиента на телефоне приложение весит совсем чуть-чуть мегабайтов. Это важно, потому что сейчас мы с вами боремся за место на телефоне у конечного клиента. Поэтому важно, чтобы ваше приложение, оно весило немного. В нашем случае это так. Следующий момент, что в нашей системе не стоит дополнительных денег поставить систему оплаты. То есть, это все входит в первоначальный пакет, который вы берете. Если, допустим, вы берете онлайн-магазин, то система оплаты входит в пакет услуг, и вам на это не нужно дополнительно платить. И другой немаловажный момент. У нас уже очень много успешных кейсов, когда люди увеличили свою прибыль с помощью нашей мобильной платформы и повысили эффективность уже работающих бизнесов. Это важно. Наша система, она помогает увеличить прибыль. Иксап, он для этого и приспособлен, что приложение настроено именно на это. Поэтому, если для вас это видео было интересным, если вы считаете, что вы не зря потратили свое время, обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео, и пишите в комментариях, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы в следующих видео хотели бы, чтобы мы раскрыли. Спасибо за ваше внимание. До связи. Пока-пока.